Всем привет! Северный Степной Крым. 31 марта 2024 год. Сегодня было 30 градусов, сейчас немножко пошло уже вниз, солнышко на спад, но температура приличная. Радусов 27, 26. Сейчас я просматриваю, у меня там есть мед немножко, вот и одной семье посмотрел, отдал. У меня там было 9 рамок, короче. Вот такие у меня есть рамки, короче, от семей, которые это, полнометки вообще. От семей там, которые слетели, в общем, остался мед. Я сейчас просматриваю, куда можно отдать его. Вообще, как бы идет товарный пыльцисбор с абрикосом, не сильно хочется лезть, но я думаю, мы сейчас сильно не помешаем работать. Я так вообще крайне просматриваю рамки, но хочу одну разобрать именно семью, чтобы понимать вообще, что происходит и вам показать. Здесь я вот крайнюю рамку дергал, она с медом. Она с медом. Я ее... Сейчас работает. Что у нас тут? Перга, мед и перга. С медом, да? С медом немножко. Вот можно видеть, еще большая часть зимовала на светлых вот таких. Кроме отводков, короче, вот отводков только там были рамки, в которых это... Тут все расплод. Ну, как покажешь, нет? Кормленый расплод. Сервячок там. Только начинает кормить яйцо. В общем, недавно они ее выбрали. Ту рамку матка начала работать. Идет развитие. Где послабее, чем недом меда полно, короче. Где чуть посильнее, там, ну вот, расплод. Ага. В принципе, вот так уже, вот так расплод. Практически на всю рамку, короче, на 90% где-то. На рамке расплод уже. Вот, смотрите, видите, я сейчас покажу. Вот в верхнем корпусе идет полукольцо, а в нижнем, короче, будет вот так вот. Ну, понятно, на нижних рамках вот так. И получается гнездо просто как разделенное между собой. А гнездо они также и держат. То есть, ну, такой круг, короче, идет. Гнездо, то есть, четко они держат. Ну, что-то я не заметил, чтобы она тут просела куда-то. Да, развитие как бы было тормознутое. То есть, ну, просто тормозилось развитие. Ну, какой-то просадки там. Как многие говорят, пчеловоды была просадка. Ну, нет. У меня на форматках я такого не заметил. Никакой просадки. Просто заторможенное развитие. А просадки нету никакой. То есть, не просились семьи. Они просто... Еще сейчас в полете же сколько пчел? Там, море пчел. То есть, когда... О, он весь уже склепит. Вот они бывают, видите, немножко. Вот с весны вот так вот склеивают. Сейчас немножко. Ну, так бывают они с весны. Беру, потому что будет сейчас давиться, когда буду собирать корпусы. Это только вот с весны в основном происходит. Ну, или если вовремя не ставить магазины. Тоже они немножко могут слепить. Маленькая. Чуть уберу. Чтобы не давилась. Ну, это... Так, то есть... Ну, вот так же самое, опять же, видно. Видите, полукруг, короче, и полукруг такой же внизу. То есть, вот они мед выедают. В верхних корпусах. Они начали снизу. Внизу закончили сеять, снизу же и начали сеять. А потом уже поднимаются. То есть, технологию я поменял. Матку стал на одном зажимать в корпусе до самых холодов. Там, до октября месяца, короче. В октябре только решетку убираю. Матка на одном корпусе сидит. Благодаря этому там расплод заканчивается внизу, и там расплод начинается. И там они практически и сидели всю зиму. Частично зацепившись за второй корпус. Вот такой вот. Засеяно полностью. Видно будет, нет? Нет, нет. Поближе покажи. Думал, будет видно, засеяно. Засеяно. Вот они. Почему-то именно только с весны, да, они вот так вот? Да, да. Склеивают. То ли, чтобы теплее было, то ли удобнее ходить. Те, наверное, значит. В общем, потом перестают склеивать. Внезду именно. Так это у меня, ну, широкий брусок. Расстояние между корпусами, тут все четко. Вычесть-то она как положено. Все по науке. Тут еще меда. Это они только-только поднялись вот недавно во второй корпус. Тут еще все медом. Еще медом все. Просто, короче, просадки я никакой не заметил, а просто развитие это заторможенное. Просто, понимаете? Ну, то есть, расплод не увеличился из-за того, что был холодный март. Ну, как не только март, получается, как в середине, да? В середине февраля как похолодало, короче, так и вот до середины март. Ну, короче, месяц как минимум было хуже. Ну, вот тут пергу подбивают немножко и... Короче, месяц было. Холодно, морозы даже были там. Морозцы били, короче, поэтому развития просто не было. Учелы не летали практически, развития не было. То есть, они просто, как бы, вот... Они там заложили какой-то расплод, вот, вырастили эту часть. Меда полночи. Тяжеленная рамка, короче, полночи меда. Все тяжелые капец. Сейчас немножко тоже, чтобы пчелы не довелись в беду. Снаружи, я видел. Получаем. Так, смотрим. Нижний корпус. Быстренько. Сейчас. Видите, с весны вот так немножко бывает сращиваться. Но не все семьи и не всегда. Ну, бывает. И трутня здесь лепит, потому что у меня трутня мало. Трутня здесь бывает лепит. Короче, что я говорил, что... Развитие просто остановилось, как бы, тормознулось. Оно такое... Ну, не расширяли пчелы расплод. В общем, сидели вот... В пределах того, что они там грели, и все. И сидели там. И растили там тот расплод, как бы. И увеличивался вообще. Просто семьи на месте, как бы, стояли, так можно сказать. Поменялось. Малёк и пчелы поменялись, а потом семьи на месте стояли. Ни туда, ни сюда не развивались. Никак, ничего. Вот, видите, с узким бруском рамки есть у меня такие. Но я их потихоньку вывожу из оборотов. Убираю. Немножко корм есть. Мамочку еще увидим, кажется. Да, ну, то есть развития не было ничего. Я, как я и говорил, развитием дуполь два. О, куча молодой пчелы. Ага. Нужно наблюдать. Пирга. К слову, что я собираю, то есть перги там хватает. Несут они все равно и через пресс-сборники несут. И до этого я им дал поднести пульцы. Вот расплод полностью. Ломатка. Ага, вот ломочка. Вот, как я и говорил. Видите, полукруг только в обратную сторону. Вот. Полукруг внизу и полукруг такой же вверху. То есть такой же круг расплода получается. Просто разделенный на два корпуса. Вот такая мамочка хорошая. От племенной от нашей выведена. Такая кабанчика. Не знаю, сколько там расплода, я не считал. Интересно, сами можете посчитать. Опять расплодная рамка была. Сейчас вот опять дальше будет расплод, естественно. Вот, видите, да. Вот так вот полукругом донизу расплод. Вот перга. То есть можно наблюдать, что есть у них. Вот и перга. Что у них там нормально. Куча молодой пчелы. Ледная сейчас вся в полете. Отсюда улетел, блин, килограмм пчелы. Потому что там цветет абрикос. Цветет алыча там. Челы в полете сейчас. Это чисто. А тут сейчас весь молодняк вообще один. Вот видите, перга есть. Все есть. Расходик. Все четко лупится. Вот расход и сразу матка опять все засеивает. Кормленная все опять. Уже даже не засела, а уже кормленная. Уже такое на прививку, короче, как раз. Вот такая же красивая еда. Маточка отсеет. И там до низа полностью уже все засеяно. И вот по краям все засеяно. Там такая вот. Все засеяно и здесь также засеяно. То есть матка уже вышла. Пчел, получается, добавилось. Матка вышла уже на больший объем. Еще даже немножко. То есть уже по большей части уже как бы и сменились пчелы. И уже молодняк ушел. Ледка еще какая-то есть. Прошлогодняя, но она в основном все в полете сейчас. Засеяна рамка. Засея стоит. Засею. Вот пергу нужно нам же застать. Бывала она перговая или пчелка упала, она подняет. Ветер отдувает. Это ветер начался забирать. Ну, как обычно. Да, он такой. Особо ни на что не влияет. Вон перги, видите. Кто-то он переживал, что перги им не хватит, он все пергой забивает. А если бы я не собирал пыльцу, то просто бы битком все было забито. Негде было все эти матки. Это из опыта я уже знаю. Поэтому сейчас просто даже надо забирать. В это время они сильно дурны. Вон, даже здесь на крайней рамке. Кстати, напрыск. Вот, покажи. Это реально напрыск. Это напрыск. Покажи так, чтобы видно было. Блестит, видно? Не видно. Мне не видно. Камеру посмотри, вот, пергаю и напрыск блестит. Вот, это напрыск. Ну, они там понемножку сейчас приносят какие-то там эти капелюшки, короче. Ну, в общем, никакой просадки нет. Ну, и развития особого не было. То есть, ну, развитие вот реально оно пошло позже уже. Тогда просто, получается, первым этапом как бы сменились пчелы. Они все вырастили там на смену. Частично сменились пчелы и все. И сейчас дубль два пошло. Ну, а у меня нет, получается, в этих ульях такого, что там какой-то провал. Поняли? Нет. Вот они все начали развиваться. Они все-все пошли-пошли-пошли. Все, уже там, к концу апреля они будут трещать. Уже надо будет магазин им стать. Ну, со второй, короче, там, последние декады, так сказать, апреля. Уже надо будет там ставить магазины таким семьям. Вот таким именно надо будет ставить по-любому. Это не... Там есть еще повеселее. Вот там семья еще посильнее. Там еще веселее, короче. Ну, я не полезу сейчас. Я сейчас только крайние рамки просмотрю. Все, закрываем. Это чисто я для вас. Ну, и сам он посмотреть. Просто интересно, понятно. Я не лазил пчелом уже давно очень. То холодно было, то чешет. То не мешало им работать-то. Все, какая-то фигня, в общем. Так что... В общем, как-то так. Развитие идет. На конец апреля вообще на майский мед они выйдут. Все равно на свое развитие, на магазинчики, на постановку магазинов они выйдут. И, по-любому, меда тут есть. Хватает. Все, сейчас уже тепло будет. Меда им хватает. Сейчас какие-то приносы потихоньку пойдут, пойдут, пойдут. По нарастающей. И все, больше, больше, больше этих приносов будет. И все. И потом, когда уже пойдет... Когда я ставлю магазины? Короче, когда уже трещит от пчел и начинается побелка. Я вижу побелку, вот крайние рамки начинают подливать, начинают белить. Все, вот это вот уже, уже в это время я уже магазины ставлю. Если я вижу, что семья белит, крайние рамки и это самое. И уже, ну, битком, пчел там прям снизу поднимаешь, открыл, там свисает. Как бы тут все битком и началась побелка. Ну все, надо магазин ставить. И тоже говорит о том, что, ну, уже пришел-пошел принос нектар. То есть уже можно товарный брать мед. Это может происходить в любое время. Ну, у меня где-то это со второй половины апреля, короче, под конец апреля туда обычно. Ну и все, и потом уже ставятся магазины, и пчелы начинают это. Ну, первые магазины я ставлю только суши. У меня очень почему-то плохо весной строят ващину пчелы. И плюс предроевой период они часто портят ее, переделывая в трутовую. Поэтому я ващину весной не практикую сейчас ставить. У меня как бы суши вот так вот все крыши. Ващину в основном я все строю летом. Поэтому по корпусу суши под майский мед будет даваться чисто сушка. А дальше уже будет следующая постановка. В разрез уже магазины пойдут. Там уже будет у них даваться перемешку сушка будет и ващинку. По три ващинки буду подкидывать. Ну, буду показывать. Все буду показывать. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.